Магомед Курданов, тренер команды ЭКОКОМ, тренер чемпионов Республики 2020-2021 года. Магомед, ну давай пару слов о том, каким был путь к этой победе, к этому чемпионству. Да, ЭКОКОМ под этим названием существует один год, но твой путь, скажем, был более тернистым и более долгим. Если честно, да, путь был долгим. Начинали мы года четыре назад. Мы с друзьями, я, Амин Абаев, Утаров Мустафа и Ибрагим Бипаев. Мы начинали и как-то двигались потихоньку и вышли первый раз, проиграли крупно три игры. И потом решили, сказали себе, что надо идти к цели. Мы к этой цели шли плавно, не спеша, от сезона к сезону, улучшая свои результаты. И на сегодняшний день случилось то, я думаю, к чему мы шли. И я думаю, сегодняшний результат – это полностью заслуга команды, заслуга нашего спонсора Эльдара Курданова, который помог нам, сделал из нас суперкоманду. И я считаю, что все, что произошло в этом году, это все заслуженно. И результаты сами за себя говорят. Отдельно хотелось бы поблагодарить всех ребят, которые просто выдали феноменальный сезон. Каждый из них, кто-то был новичком, но несмотря на это, они выкладывались каждый матч, боролись. И вот именно этот характер позволил сегодня стать нам чемпионами. Говоря о сегодняшнем дне, так получилось, что в последнем туре, в последней игре чемпионата вы с Черкесией оспаривали именно чемпионство. Получился по-настоящему финальный поединок. Комментарии по этому матчу вы выиграли 3-2, игра была безумно напряженная. Но вот как с тренерского мостика этот матч смотрелся? И можно ли было обойтись без нервотрепки в этой игре? Я думаю, без нервотрепки не обошлось бы, потому что это как бы чемпионский матч. И здесь, я считаю, главную роль именно сыграл опыт. Я считаю, что опыт в этой встрече был на нашей стороне, потому что у нас есть Залим Тохов, Шартанов, Хажмурат, которые не первый год играли в таких финалах. Также и Уначев, и Алим Глашев тот же играл в региональных соревнованиях на высшем уровне. Поэтому, я думаю, опыт был на нашей стороне. Нам же нужно было держать концентрацию, мы сразу определили, что мы должны играть очень акцентированно в своей зоне, не позволять сопернику то, что они делают, широко раскатывая мяч. Как бы целый матч просто надо было терпеть и ждать своего шанса. Шанс они нам предоставили, мы этими шансами воспользовались. Я очень уважаю команду Черкесию, и в частности тренера команды Тимура Начоева. Очень хороший парень, с большим уважением отношусь. И я считаю, что в этом году чемпионство заслуживали именно или мы, или Черкесия. Этот сезон сложился так для вашей команды, что вы абсолютно с каждым соперником по чемпионату показали результат в свою пользу. То есть, если брать по сумме двух встреч, если вдруг где-то выиграли, проиграли, то берется разница мячей, то ни одной команды не оказалось в этом турнире, которая бы смогла превзойти вас. Вот этот факт, на мой взгляд, наверное, говорит о том, что заслуженное чемпионство именно команды ЭКОКОМ. Но насколько для вас было важно именно такой результат показать, обойти абсолютно каждого по сезону? Вы знаете, да, Артем, ты прав, потому что наши главные очные соперники, это вот с Динамо, которая заняла второе место, мы проиграли матч, следующий матч выиграли. С Черкесией мы сыграли в ничью, сегодня мы выиграли потом. Со всеми конкурентами, которые были по таблице, как бы мы сыграли положительно в свою сторону. И поэтому, как бы говорить о том, что мы были чем-то хуже, ну это неправильно было, потому что когда ты обыгрываешь прямых конкурентов, это уже говорит о том, что ты претенгуешь на самые высокие места. Да, были провальные матчи, были идеальные матчи, это какие-то, я думаю, с Динамо, с Брависом. И эти игры, вот именно вот там, уверенность пришла команде, именно в этих играх, что они смогут, как бы поверили в свои силы и концовку чемпионата мы провели очень хорошо. Конечно, факт, мы, допустим, мы лучшая команда по забитым голам, мы лучшая команда по победным мячам, там, может быть, чуть-чуть на пару мячей мы отстали по пропущенным, и в совокупности это говорит о том, что сегодня мы имеем тот результат, когда мы являемся чемпионами сезона 2000-2021. Это, я думаю, самый интересный чемпионат, который был. Это, я думаю, самый непредсказуемый и самый захватывающий турнир, который я увидел. Поговорили мы о прошлом, о настоящем. Конечно, нужно сказать и пару слов о будущем. Вы выиграли чемпионат, у вас очень неплохой состав, у вас есть более-менее, насколько мы понимаем, стабильное финансирование. Какой будет следующий шаг? Будете пытаться сохранить свое место на футбольном Олимпии Республики, в футзальном, если быть точнее, либо же, по примеру команды Эстет, попытайтесь штурмовать уже более значимые вершины. Я считаю так, если ты стал чемпионом, ты должен этот титул как минимум один раз защитить, а не исчезнуть с карты вот так. Как ты выиграл и пропал. Я считаю, такого не должно быть. Вот если мы на следующий год выполним поставленные задачи, а задачи будут уже сейчас, спонсор команды рад нашему выступлению, и уже он заглядывает в будущее. А насчет двигаться дальше, я думаю, время покажет, и скоро сядем, обсудим, и, думаю, решим. Отдельно хотел бы тебе сказать, Артем, спасибо в концовке за то, что ты был с нами весь сезон. Именно твоя помощь тоже, я думаю, была немаленькая. Ты поддерживал нас, делал обзоры. Это отдельная мотивация. Также хочу выразить благодарность всем, кто пришел сегодня, поддержал нас. Людям с команды Кашхатау, Кашхатавские ребята пришли, пришли с Бабугента люди, команду Барс, и всех-всех людей, всех болельщиков, которые сегодня пришли и поддержали нас. Это победа, и благодаря им. Я всегда говорил, вместе мы сила. Я думаю, это мы и добились сегодня. Спасибо большое, с чемпионством. Ну, я думаю, можно спокойно сказать спасибо за сезон. Спасибо вам. И увидимся на награждении.